Ну что, зима наконец-то наступает, уже пришли первые морозы и все те, кто передвигается на автомобилях с кожаным салоном по утрам, наверняка начали подмерзать. Но не переживайте, у меня для вас есть отличное решение. От компании Эско вот в такой оригинальной сумочке приезжают автоаксессуары, которые подходят на все автомобили, передвигающиеся по нашей стране. Здесь автонакидки. Как это выглядит? Давайте посмотрим. У кого-то есть пояс чемпиона, а у меня есть автонакидка от компании Эско. Фасон может быть разным. Могут быть разные цвета, может быть любая строчка. Заходите на сайт, смотрите, какой подмет будет вам. Самое главное, что они подходят на все автомобили, за исключением спортивных кресел. Давайте посмотрим, как она устанавливается. Мы имеем типичный автомобиль с кожаными сиденьями. Что нам нужно? Мы сначала делаем простую примерочку, а дальше мы крепим его по трем точкам. Первая точка будет это подголовник, поясница и снизу сиденье. Все. Это все элементарно. Верхнюю закрепили, нижнюю поясницу подлазим, крепимся под сиденьем, ищем возможный доступ к креплению, за исключением каких-либо проводов. Установка занимает 3, ну ладно, фиг с ним, 5 минут в силу того, что я это делал первый раз. Теперь садишься в автомобиль утром, когда холодно, будет тебе гораздо комфортнее это делать. Точно так же эти накидки применяют для защиты своих кожаных салонов. Цена вопроса за одну штуку 1600 рублей, за комплект из двух – 3200 рублей. Полный комплект на весь автомобиль – 6500 рублей. Автомобильные накидки от компании Эско вы можете заказать прямо сейчас на сайте Эско-Про, которые приходят к вам вот в таких замечательных чехлах. Если не хотите устанавливать самостоятельно, приезжайте к ребятам, они вам сделают это на месте бесплатно. Все подробности по ссылке в описании. Друзья, всем привет! Ну, наконец-то, обзорчик. Я читаю все ваши комментарии и вижу, что машины свыше 2 миллионов рублей. Интересно, здорово, но это дорого. Многие пишут, что нужно не забывать интересы и тех, кто не зарабатывает на сегодняшний день столько, у вас все впереди. Поэтому мы сегодня вам приготовили на тест автомобиль, про который все можно рассказать за 10-15 минут. Но мы на него посмотрим с двух сторон. Первое – это с точки зрения тех, кто катается на дорогих машинах, и с точки зрения тех, кто катается на совсем простых автомобилях, старых автомобилях, потому что у нас сегодня будет Hyundai Elantra. Этот автомобиль шестого поколения, он выпускался 3 года с 2016 по 2019 год. И на данный момент, если вы зайдете на официальный сайт компании, то вы увидите рестайлинговую версию. Чем она отличается? С точки зрения технической части практически ничем. Одно небольшое отличие есть в сайлент-блоках по задней части подвески. В основном это будет отличие по внешнему виду, спереди и сзади. Ну, немножко касается интерьера. То есть именно фейслифтинг, знаешь, маленечко приворожили машину, чтобы можно было сказать, встречайте новое Elantra. По сути, что мы с вами получаем? Два мотора – 1,6 и 2 литра, всем до более известный. Автомобиль можно купить с механической коробкой передач и с автоматической коробкой передач. Если мы сегодня с вами запрыгнем на вторичку и посмотрим, ну, за сколько же можно купить этот автомобиль с пробегом, ценник вас будет встречать, ну, я в среднем назову, от 800 тысяч до 1 миллиона рублей. Все будет зависеть от комплектации, все будет зависеть от пробега. Я называю машины живые. Понятное дело, что можно найти там машину с тремя владельцами, либо поясе такси в убитую. Это мы не трогаем. Что мы с вами получим за эти деньги? Ну, вот в нашем случае мотор идет 2 литра, автоматическая коробка передач, оптика здесь стоит биксеном, при этом у нас есть противотуманочки галогеновые, диодные ходовочки. То есть, внешний вид у автомобиля, вот вы сами посмотрите, скажите, как вам? Это машина С-класса, так называемый старший брат Соляриса. И вот здесь я хочу сделать акцент. Вот, допустим, сегодня я передвигаюсь на BMW с пробегом. Многие из вас катаются на автомобилях дороже 2 миллионов рублей. Если нас с вами взять, таких, знаете, зажравшихся котов, сказать, ну, что ты скажешь? Ну, ты пощупаешь машину, шумоизоляции здесь нету, каких-то новшеств в этом автомобиле нету. Ты открываешь ее, пластик, все смотришь, знаешь, все очень простенько. Вот можно с точки зрения зажратости сказать, да это обычная машина, это ведро, это некомфортная машина. Но, если так вот маленько спуститься на землю, да, так вот по шее, так вот, оп, сказать, что ты там болтаешь? Ты посмотришь на этот автомобиль и скажешь, так, ну смотри, надежная, по сути, машина. По силовому агрегату, потому что это самое важное, ведь это самое дорогое, что может быть здесь с ремонтом. В нашем случае мотор двухлитровый, индекс у него G4NA. Вот смотрите, если вы запрыгнете в интернет и начнете собирать информацию, то вы увидите, что у него рейтинг 3 с плюсом. Но здесь, на самом деле, вот стандартная лотерея. Все вы слышали про что? Я не слышу вас про что? Про задиры, все верно, друзья. Но вот это не вымысел. Вот многие автоподборщики, многие люди, кто владеет этими автомобилями, сталкиваются с этим. Но я бы сказал так, что из 100% это может быть 20-30%. Вот какой-то незначительный, ну как значительный процент, но не повальный. То есть в большинстве своем можно найти автомобили с пробегами за 300 тысяч, потому что они есть в пользовании у таксистов, которые катаются и с мотором ничего не происходит. Паспортные характеристики у него 150 лошадиных сил, 6-ступенчатая автоматическая коробка передач, разгоняется он до первой сотни 9,9 секунды. Если взять его же на механике, разгон будет 8,8. Отличительная особенность этого автомобиля, например, от того же самого Solaris. Во-первых, тоже здесь идет мотор 2 литра. В нашем случае, то есть после 100 километров, он тоже будет, в принципе, хорошо разгоняться. Solaris 1.6, это вот, или автомобиль этот же с мотором 1.6, это исключительно до 100 км, то есть это прям однозначно городской вариант. Максимальная скорость у этого автомобиля 205 километров в час. При этом, вот сегодня, да, на угон точно так же востребованы кто Solaris. Почему? Очень массовый автомобиль, их очень много покупают для такси, их покупают для того, чтобы там на запчасти разбирать и так далее. Здесь же машина относительно никому не нужна. Вот даже сам владелец отмечает то, что выставил на продажу, звонков мало. Почему? Но не так востребован автомобиль. И то же самое с новыми автомобилями происходит. Они у дилеров есть, ты можешь прийти и спросить, да, машина стоит в салоне. Но повышенным спросом автомобили не пользуются. А? Пушка, гонка. Слушай, ну до 120, ну хорошо мы так разогнались. Не забывай, что полный багажник и диски там лежат. И нас еще три человека в машине. Это нормально, но для городского седанчика это с головой. А если посмотреть версию 1.6, то там разгон будет на автомате 11,6 секунд. И вы должны понимать, что когда вы зайдете на вторичку, то вот версия 1.6, она будет встречать вас первым делом. Мотор 3 с плюсом, но если вы покупаете его при проверке, там у него там 50, 60, 70 тысяч пробега и никаких вопросов с задирами нету, по большому счету здесь больше пожаловаться не на что. С коробкой автоматической вопросов вообще никаких не будет. Она при этом адаптивная, вот наш владелец даже рассказывает, катаешься, газку даешь, машинка острее реагирует на педаль газа. Ездишь спокойно, пытаешься дать газу, то есть надо понажимать, чтобы она перестроилась. Вот с точки зрения содержания, вот силового агрегата все, это вот единственное, за чем нужно следить. Но опять же, в тот же момент вы должны понимать, одно единственное, не дай бог он у тебя встанет, это ремонт. А ремонт будет стоить денег. Эти моторы обслуживаемые, их можно отремонтировать, но это все упрется в деньги. Аккумулятор, вот допустим, сядет аккумулятор у тебя, ну хорош, аккумулятор ты купишь за пятак. При этом, вот, как вы знаете, BMW у меня 17600 оригинальный аккумулятор. Вот и думайте. Если нажать педаль в пол, да, мотор заорет. Я спрашиваю владельца, тебе как? Он привык. И я вспоминаю себя, когда у меня была Mazda 6, 2 литра, мне тоже казалось то, что машина едет, мне казалось то, что машина не так уж и орет. А если вот звук мотора ты слышишь, то я слышал приятный рокот. Я не слышал там какого-то напряга. Я слышал то, что машина хорошо себя ведет. То есть вопрос того, что ко всему привыкаешь. А? А? Этот мотор выпускается с 2011 года. Соответственно, каких-то там нанотехнологий, речи быть не может. Вес автомобиля тонна 300. На основании этого у него вот средний расход топлива в городе, вот при спокойной езде по пробкам, 9 литров. Мы сейчас передвигались в выходной день, у него получился расход, вот текущий, там мы покатались по городу, так, ну, 7,8. Собственно, это не так много. Поэтому мы идем с вами дальше. Очень частый вопрос среди владельцев, как бы, когда они выбирают автомобиль, как вообще они приходят к выбору этого автомобиля. Ты смотришь Solaris в топовой версии, он стоит, ну, сегодня уже миллион рублей. Если вы посмотрите на рестайлинговую версию, да, на самую свежую вот этого автомобиля, сегодня в самой жирной комплектации со всеми возможными пакетами вы можете купить за миллион четыреста. Скидку на этот автомобиль получить реально. То есть, если хорошо поторговаться, вот реально вы можете добиться, ну, минус 100 тысяч рублей. Сходу, по идее, вам, ну, 30-40 тысяч скинут точно. На мой взгляд, это, знаешь, такая, какая-то вот европейская машина из серии «Ты вышел утром, сел, менеджер среднего звена, доехал до работы». Подвеска у нас передняя идет независимая, а задняя у нас идет полузависимая торсионная балка. Вот это вот, на самом деле, не очень комфортно. Хотя мы катаемся сейчас по городу, да, вот ровная дорога, вопросов нету. Но, насколько я всегда помню, балку, у меня всегда ощущение нашей ассоциации, это когда зима, холодно, ты приезжаешь, какие-то неровности, жопа подпрыгивает. Особенно это будет дискомфортно именно тем, кто сидит сзади. То есть, если у вас есть дети, вот, чтобы понимать, что они ощущают, вы сами сядьте назад, прокатитесь, пусть вас по проселочной дороге прокатят, тогда вы поймете. Многие говорят, да что это балка, балка, это классно. Ты косишь за рулем, ты жопу особо автомобиля не почувствуешь. Это можно, но прокатись, в общем, просто сзади. Клиренс у автомобиля стандартный для седанов, там, порядка 150 миллиметров. Изначально автомобиль будет идти на 17-х колесах, в этой комплектации у нас. Сейчас стоят 16-е, зимняя резина. Вот шумки нет настолько, то, что ты, когда начинаешь разгоняться на автомобиле, свыше 20-30, прям вот очень сильно слышно шипы. И вот касаемо подвески, когда вы покупаете новый автомобиль, вы выезжаете из автосалона, всегда приятное ощущение, то, что машина вся собрана, ты едешь, она такая, знаешь, послушная, проезжаешь неровности, всегда все хорошо. Со временем проходит год-два, там, ты накатываешь километры, ты выезжаешь куда-то на проселочную дорогу, ты начинаешь понимать, то, что подвеска, ну, словно стала какая-то разбалтанная. Приезжаешь на сервис, прохожую диагностику, тебе говорят, что все в идеале, у тебя все хорошо, но при этом ты сам понимаешь, что раньше было по-другому. Подвески на корейцах, я замечал, они действительно какие-то хлипкие становятся со временем. Я сделал публикацию в инстаграм нашего канала, где задал вам вопрос, что вы думаете об этом автомобиле, и, конечно, многие написали, мне очень нравится ваш юмор, кто-то пишет, да, неплохая тачка, побольше соплярика, кто-то пишет, что это просто поджопник из серии, вот, у тебя есть нормальная тачка, если ты много ездишь, взять ее, чтобы жалеть основной автомобиль. В общем, друзья, я всех вас приглашаю в комментарии, выскажите ваше мнение, но, на мой взгляд, вот, если рассматривать автомобиль на вторичке, с бюджетом до миллиона рублей, он имеет место быть. Если мы с вами будем говорить об интерьере автомобиля, ну, в первую очередь, смотрите, вот у нас максимальная комплектация, практически, то есть здесь чуть-чуть опций не хватает. Кожа на сиденье, понятное дело, то, что это, ну, не кожа, а как сах-заменитель, то есть какая-то эко-кожа, но присаживаться в автомобиль, в принципе, удобно. Что вы получите? У вас будет подогрев руля, у вас будет подогрев сидений, у вас будут передние и задние парктроники, у вас есть камера, вот покажи, пожалуйста, дисплей. Когда я сел, вот честно, вот после машин подороже, так смотришь, думаешь, ну, какой-то маленький дисплейчик, нажимаешь заднюю передачу, а тут тебе, бах, пожалуйста, камера, и камера с динамической разметкой. Напомню, что в некоторых японских автомобилях, типа D-класса, это как доп. опция, чтобы ты рулем крутил, чтобы у тебя разметка была, а здесь она есть. При этом селекторы переключения ходят довольно-таки мягко, но если посмотреть на автомобиль, ну, что можешь сказать? Ну, конечно же, все выглядит очень просто, сам по себе пластик, местами мягкий, местами он идет дубовый, при этом мы катаемся на машине сейчас, никаких шумов, там, скрипов по салону, ну, реально нету. Если к чему-то придираться, друзья, да, то, что вот, казалось бы, слишком просто, с другой стороны, это практично. Вот я ни в коем случае не пытаюсь защищать автомобиль, мне вообще плевать, вот будете его покупать, не будете, но вспоминая себя, например, когда в некоторых дорогих машинах здесь вот все в глянце, ключи, да даже ты ничего не кладешь, здесь все начинает царапаться, здесь же такой пластик, который просто невозможно поцарапать, ну, посмотри, пробег у машины 44 700, никаких царапок не видно, а человек владеет им 3 года, то есть раз в год, там, по 15 тысяч он проезжает. Кнопка старт-стоп, сел, настроил, вот эта приборная панель, она тоже здесь может меняться, то есть вот с точки зрения простоты своей, машина в принципе укомплектована хорошо, раздельный климат-контроль, ты сел, настроил под себя тачку, обзорность достойная, ну, что еще нужно? Подчеркиваю, друзья, некоторые люди смотрят и говорят, вот я хочу там Киа Рио за максималку купить, Ладу Весту, еще что-то, вот 100-200 тысяч доплачиваешь, ты получаешь машину, ну, чуть, но побольше, ты привыкаешь к нему очень быстро, вот действительно к габаритам, я не знаю, ну, я сел, мы прокатились, я уже его чувствую, то есть действительно машинка небольшая, не громоздкая, обзорность здесь достаточная, ты машину чувствуешь, и я вам хочу сказать одно, что для города, то есть то, как она едет, это вот хватает с головой, я знаю прекрасно, что если выехать на этой дороге, на этой машине, на трассу, разогнаться там 160, когда будет порывистый ветер, мимо будет приезжать какая-то более большая машина, ее будет отшатывать, ее будет очень хорошо отшатывать, в силу того, что автомобиль не тяжелый, но вот так вот, если ты выйдешь на трассу, там, в солнечный день, когда, как говорится, нету никакого ветра, ты будешь получать удовольствие, но шум здесь, это, конечно, отдельная история, это, как говорится, один из самых главных минусов, пусть там технически хорошая коробка, если не столкнешься с проблемами с мотором, все, ты на машине откатаешься, но вот если ты очень много катаешься по трассе, слушай, ты будешь получать дискомфорт, у нас вылетела ошибка, в силу того, что мы сейчас поменяли зимнюю резину, а здесь стоят датчики давления в шинах, а у нас на зимней резине их нету, поэтому ошибка висит. Присаживаюсь сам за собой для чистоты эксперимента, опачки, сел, что получаю, подогрев сзади есть, пожалуйста, вот если раскинуть ноги в разные стороны, ну, можно передвигаться, сиденье еще задний диванчик так маленько настроен так, что, ну, по городу кататься будет комфортно, подчеркиваю, что эти машины можно встретить в такси, но они там не так популярны, потому что за Элантру у таксистов нет повышающего коэффициента, то есть есть Солярис, а потом они уже берут, как правило, ну, Шкоду, Октаю, потому что у нее есть повышающий коэффициент, они могут больше зарабатывать. Если бы за Элантру он был бы, я уверяю вас, их было бы гораздо больше на наших дорогах, но в силу этого есть свой плюс, машин меньше, соответственно, на них можно получить больше скидку. Но когда ты трогаешь автомобиль, понимаете, вот коричневая, она есть коричневая, и спорить с тем, там, как-то пытаться оправдывать, то, что это дешевый автомобиль, но это просто бессмысленно. Мы просто с вами должны понимать, то, что у этого автомобиля есть свой ценовой сегмент, у него есть своя аудитория. Поэтому вот когда ты трогаешь, что-то ко всему здесь можно, это абсолютно, вот к любому автомобилю, да, ты подойдешь, можешь трогать, он слишком простой, дверь, она легкая, это просто пушинка, но, собственно, и ценник здесь соответствующий. Если бы эта машина стоила бы 2 миллиона рублей, тогда можно было бы сказать, чье ты делаешь, кореец? Бак 50 литров. Дальше подходим, значит, багажник у нас 480 литров, но самое удивительное, пожалуйста, смотри, сколько вещей помещается. Два колеса у нас получается, две покрышки тут, портфель наш, в общем, багажник, вот тебе, пожалуйста, прямой тебе пример. Докатка, запасное колесо, это что хотите, можно положить, но в комплектации, естественно, будет идти докатка. У нас есть функция на ключе открыть багажник, но и здесь есть интересная фишка, так, например, представьте, я иду с магазина с покупками, тащу такой вещи, у меня ключ в этом, как его, вот, и, понимаешь, то есть, как бы, вот он открылся, вот в этом вся корейщина, то есть, вот, понимаешь, он открылся, но мне нужно, что, белой курточкой, так, раз, я думаю, ефт, испачкался, такой, опа туда, и все, понимаете, друзья, вот почему он не открылся полностью, хотя мог бы сделать, то есть, фишка есть, уже, как бы, заложена, то есть, ты подходишь, удобно, действительно, но почему-то, до конца не открывается, и самое главное, что, если мы его отзакроем, нажмем на ключ, происходит то же самое, хотя владелец утверждает, то, что иногда бывает так, то, что он, раз, и открывается полностью, то есть, как повезет. Когда у тебя есть, например, до полтора миллиона, ну, что взять, ну, как вариант можно рассмотреть, прямой конкурент этой машине, ну, кто, давайте с вами вместе перечисляйте, Skoda Octavia, раз, кто еще, все, наверное, я не слышу вас, я не слышу вас, помогать, цирата, все, по сути, как бы их по пальцам писать, кто-то скажет, Corolla, Corolla, сейчас цены такие тоже, просто бешеные цены. Ну, вот, передвигаясь на машине, ты понимаешь, что скучно, понимаешь, но все равно, вот, уныло, то есть, ты садишься в автомобиль, он не вызывает у тебя эмоций, вот, я, например, еду на нем, да, я понимаю, то, что это была бы повседневность, серия, как он сел, завел, доехал до работы, в магазин, то есть, нет такого, что я сижу сейчас в машине, я от нее кайфую, вроде бы все есть, смотри, подогревы, рулится машина, едет, разгоняется, неприхотливая, плюсы, плюсы, но с другой стороны, вот, нет души, вот, опять же, одна только шумоизоляция, друзья, отлично, меня там прямо вот угнетает, то есть, мы едем, останавливаешься, шип очень хорошо слышно, шумить ее по полной программе, я думаю, особо это на качество не сыграет, но в любом случае, здесь это сделать надо, потому что машина действительно шумная, выводы здесь, на самом деле, максимально просты, потому что автомобиль сам по себе максимально прост, самое главное, чтобы у вас не переключилась беда с вашим мотором, по остальным же моментам, по подвеске, по коробке, по содержанию вопросов будет ноль, машина максимально прозрачная, она не так востребована на нашем рынке, но при этом, если вы будете покупать ее на вторичке, и у вас есть возможность купить ее подешевле, если вы будете покупать ее новую, то вы не перешагнете отметку в 1 миллион 400 тысяч, базовая версия автомобиля начинается примерно по цене 1 миллион 100 тысяч рублей, друзья, здесь остается сделать выводы только вам, вот напишите ваше мнение, что вы думаете по поводу этого автомобиля, для тех, у кого нет понтов, кому нужна именно машина на повседневную езду, жене купить, самому ездить на работу, нужна тачка, на которой будут подогревы, на которой ты будешь передвигаться с комфортом, с музычкой, как вариант рассмотрите, при этом машина, скажем так, не токсичная, поэтому выбирайте, пишите ваше мнение, у меня на этом пока что все, что будет дальше, покажет новости в инстаграме нашего канала, куда вам нужно обязательно подписаться, ставьте лайки, ставьте дизлайки, высказывайте ваше мнение в комментариях, до новых встреч, всем, всем, пока, 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 Продолжение следует...